Доброго ранку, витаем вас в нашей студии. Доброго ранку. Как вы встретили это утро? Отлично встретили, в дороге встретил. Меня провожала супруга, пришлось выехать очень рано. Она с вечера потребовала, чтобы я ее обязательно разбудил. Вы к нам издалека? Очень издалека, это город Кременчук. Я живу возле города Кременчук, в собственном доме. И вот с утра меня провожала любимая женщина. В дороге слушали радио? Нет, радио включили же, когда въехали в Киев, и выключили потом быстренько, дабы оно не мешало нам добраться к студии. То есть, пытались ограничить себя от информационного шума? Отвлекало, в каком-то смысле, да. Информационный поток, как он влияет на человека, на его состояние и на его жизнь? На нас валится огромное-огромное количество информации с утра. Поэтому первое впечатление, которое возникает о другом человеке, оно формируется несколько секунд, и вы уже или влюблены, или у вас уже появляется определенная антипатия и настороженность к другому человеку. Поэтому мы живем не просто в огромном количестве информации, в запредельно большом количестве информации. Это и телевидение, и масс-медиа, это и радио, это просто контакты людей, это просто информация, которая из уст в уста передается. В общем-то, мозг человека при взаимодействии с другим человеком сразу же меняется. Как не перегрузить мозг? Все, что за НАТО, украинская пословица, тен и здраво. То есть, дабы не перегрузить себя, нельзя излишне во что бы то ни было погружаться. Вот и все. То есть, любая информация в большом количестве, она приносит вред. А нужно ли ее фильтровать или вообще не слушать? В каком-то смысле фильтровать информацию невозможно, потому что тогда нужно выходить в сварочном аппарате или же беруши, наушники, которые заглушают звуки, ничего не видеть, никому не прикасаться, ни с кем не общаться. То есть, это где-то отшельничество и где-то жить в лесу. Как минимизировать негативный эффект от океана информации, который на нас валится каждый день? В общем-то, человек сам выбирает, что ему смотреть. Можно смотреть с утра до вечера новости, которые далеко не позитивны и которые, в общем-то, по своей природе, как правило, являются отравляющим фактором для нашего сознания. Потому что если с утра до вечера слышать о войне, о раненых, об убитых, то не каждая психика это выдержит. А если вообще человек пребывает, например, на этой территории, то месяц-полтора и психика человека становится абсолютно другой. Абсолютно другой. И людям, которые находятся на этой территории больше полутора месяцев, с ними нужно, в общем-то, работать специалистам. А если это бизнес-люди, если это журналисты, например, которые не могут отказаться от этой информации, приходится целый день все-таки с ней жить, есть ли какие-то способы сделать барьер какой-нибудь для себя? Вы имеете в виду жить в этой информации, в этих новостей? Да, да, да. Каким образом страгироваться? Безусловно, есть. То есть по возможности нужно делать паузы. То есть есть режим дня, как таковой, его нужно соблюдать. И любая профессиональная деятельность, она в любом случае может быть с нормальной нагрузкой, может быть со сверхнагрузкой. Если человек работает в экстремальных условиях, неважно, чего это касается. Это дополнительная нагрузка на психику, соответственно, это снижает стрессоустойчивость и психологическую устойчивость как таковую. В паузах можно смотреть какую-то там медитативную информацию о природе, о воде, о растительности. То есть абсолютно переключать сознание на какие-то другие смыслы. И делать это хотя бы с эпизодичностью каждые полтора-два часа. Люди, которые играют на валютном рынке, они обязаны пропускать через себя очень большое количество информации просто для того, чтобы зарабатывать деньги. Фактически они не могут посреди дня отключиться, посмотреть что-то про зверей, например. Можно ли в выходные дни время проводить специфически для того, чтобы уменьшить вот это, опять-таки, негативное влияние на нас? Есть вопрос режима дня, есть режим вообще трудовой как таковой, есть режим недели. И если есть выходные, то это должны быть выходные, а не на очередные сутки, проведенные где-то на биржах, на Форексе или еще где-то. Человек сам в своей жизни выбирает все, и в том числе свой режим. Потому что мы иногда забываемся, мы вовлечены в какую-то игру, и делаем, 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 а потом оказывается результат есть, а здоровья нет. То есть приз получили, а цена этому призу настолько велика, что нас сам приз не утешает. И мы думаем, что если бы возможно было время открутить назад, то мы бы все это делали иначе. Как работать с людьми, с которыми ты не согласен, особенно вот в острых ситуациях? Как остаться с ними все-таки в контакте, не разругаться? Есть ли такой вариант, вот психологический барьер тоже какой-нибудь? В любом случае, если человек думает не так, как я, да, или не так, как ты, то это не дурак, как принято считать, это просто инакомыслящий. Есть даже такой способ, да, побыть в шкуре другого человека. Можно вот подумать, исходя из той позиции, да, в которой находится человек. Точно так же, как у него иначе выглядят глаза, да, разрез глаз, цвет глаз, прическа, да, он другой, но это не означает, что он плохой, просто иной. Насколько эффективно избавиться от потока информации может помочь там нахождение на свежем воздухе, занятие спортом, рисование, пение? Вот какие-то активные действия, которые минимизируют наш контакт с информационным пространством? Занятия спортом в любом случае, они очень хороши, потому что в процессе, когда человек занимается штангами, гирями, гантелями и тренажерами, у него сознание отключается от каких-то там рабочих моментов, потому что вот есть такой пунктик, когда приходишь в спортзал, но ты мыслями вообще не в спортзале, а ты продолжаешь калькулировать свою бухгалтерию, какие-то выясняешь, продолжаешь выяснять в своем сознании отношения с начальством, и в общем-то мышцам тогда внимания никакого нет. Что нужно делать в спортзале, это прийти и думать о том, как красиво избавляешься от целлюлита, как быстро и шикарно растут твои мышцы, быстрее, чем у того, кто тут ходит по спортзалу и сачкует. То есть все мышление в спортзале должно быть направлено на спорт, а не на продолжение вот этой работы по инерции везде. Потому что мы часто работу приносим в быт, и у нас дома возникают конфликты только потому, что мы на работе не оставили то, что там надо было оставить. Есть один из способов получения информации, это социальные сети, которые тоже постоянно переполнены, и есть люди, которые в принципе адекватно на это реагируют, сидят и сидят себе в социальной сети, а есть те, кто негативно к этому относится. Лучше вообще ими не пользоваться тогда, или вот как здесь быть? Про меня это такая огромная лавочка, на которой сидит много-много бабушек. Бабушки все всегда клубятся по интересам, и есть люди, которые клубятся по интересам, да, пообсуждать политику, например, им это жутко интересно, они там находят много для себя чего-то приятного. Есть люди, которые встречаются по интересам обсудить экономику, да, какие-то бизнес-вопросы. Есть люди, которые просто любят встретиться и обсудить других людей, и все. Вот точно так же люди друг друга притягивают, объединяются, поэтому в социальных сетях, как правило, формируются какие-то лидеры, вокруг которых вертится определенное количество людей, и они вместе с этими лидерами обсуждают именно то, что интересно лидеру. Они, как правило, думают так, как думает лидер, и, в общем-то, куда лидер их поведет, туда они за ними пойдут, потому что 2-3% людей это ведущие, все остальные это ведомое. Нравится нам это или не нравится, это факты нашей жизни. Поэтому социальные сети, они тоже являются площадкой для того, чтобы огромное количество людей увести за собой. Чистует ли понятие информационной зависимости в таком случае? Ну, раз существует термин, значит, существует информационная зависимость, потому что есть люди, которые целенаправленно ходят на определенные сайты. Значит, у них есть зависимость именно от этих сайтов. И эти сайты могут быть про кого угодно, да, и, скорее всего, не про чебурашку. Скорее всего, это зависимость от других сайтов, поэтому, да, такая зависимость есть. А можно ли как-то с человеком, который вот очень активный, он хочет с тобой постоянно о чем-то поговорить, и есть такие люди, мне кажется, в жизни каждого человека, можно ли как-то вот тактично, вот с точки зрения психологии от него оградиться? И как это можно сделать? Ну, есть золотое правило «нет», с которым знакомо не очень много людей, потому что, как правило, вместо того, чтобы сказать человеку «нет», мы придумаем какие-то хитрости, нам неудобно, как это так, это же неэтично, это же некорректно. И, в общем-то, всегда, когда нам хочется сказать «нет», а мы не говорим «нет» другому человеку, мы всегда предаем самого себя. Вы можете объяснить человеку, что в данный момент, вот в данный момент вы не готовы с ним общаться, потому что, аргументировав эту причину, можно объяснить, что это сделать громко, нагло и оскорбительно, что не есть правильным, потому что это может порождать конфликт. Но если корректно, вежливо человеку объяснить, почему этого сейчас не будет, ничего страшного в этом нет. Вы не предаете себя, вы даете другому человеку что-то узнать о себе, и если это мудрый человек, скорее всего, он сделает выводы. Если это не мудрый человек, ну зачем вам мнение не мудрого человека, что он о вас подумает? В условиях современной информационной войны люди получают очень много информации из разных источников, и под определенным зомбированием находятся разные слои населения. Как с этим бороться, как находить собственную точку зрения, и реально ли это сделать? Вот предпоследняя фраза, собственная точка зрения, потому что большинство людей, о которых мы говорили, они ведомы. Ведомы кем? Чем? Телевизором. То есть большинство людей говорят так, как телевизор. Вот они приходят, какую-то свою точку зрения излагают, спрашиваешь у них, а ты откуда? Ну там по телевизору сказали. И вот я там на таком-то ресурсе прочитал, или я еще там, то есть есть какая-то история, да как продолжение о том, откуда же пришло к тебе, что ты так думаешь. Ну это вот там сказал такой-то блогер или еще там какой-то авторитет. То есть люди готовы вообще не соображать своей головой ссылаться на блогеров, на авторитетов, на телевизор. То есть то, что показали там по телевизору, и то, что закрепили по радио и написали в интернете, ну это как бы истина последней инстанции. Ну на самом деле это все глупости. Все, что передает телевидение соседской державы, за исключением некоторых каналов, это в чистом виде пропаганда. Я как бы как-то об этом писал, что вот если представить себе, что у вас есть какая-то проблема со здоровьем, и вы приходите к врачу с жалобами, и не важно какой у вас диагноз, вот представьте себе, что к какому бы вы врачу не пришли, вот у всех назначения простые. Цианистый калий и мышьяк. Это то, что делает российское телевидение. Наше телевидение, безусловно, украинское, оно тоже имеет моменты пропаганды, но как про меня, она достаточно со здравыми смыслами. То есть еды на краина, да, какое-то объединение Запада-Востока, то, что мы сильные, то, что мы справимся. То есть наша пропаганда не построена на том, что мы всех завоюем, что-то у кого-то аннексируем или на кого-то наводем и расширим украинский мир до Владивостока. То есть она такова, чтобы при условии войны на людей отчаяние не повлияло таким образом, чтобы у всех просто дух упал, всем все перехотелось делать, заниматься бизнесами, да, развивать экономику, потому что как ни крути, в условиях войны тоже необходимо выживать. Есть война, есть фронт, а есть экономика, державы, да, есть рабочие места, есть финансы, есть школы, больницы, это все нужно финансировать, это все должно функционировать. Реально ли вообще дистанцироваться от пропаганды? Ну да, это вакуум, это все выключить, это ни с кем не общаться, ехать в Сибирь и пропагандировать идею украинского мира. У вас есть вариант или быть частью пропаганды, или быть источником пропаганды. То есть каждый человек, он рожден с настолько огромным потенциалом, что может фактически удивить весь мир. Ну, Стив Джобс, Мадонна, Клички, да, Верка Сердючка, это люди, как бы, вышли из простых семей, и они заявили о себе всей планете. Поэтому или мы являемся источником моды, да, какой-то идеи, может быть, чего-то нового совершенно, или мы подхватываемся в какие-то чужие идеи, в чужую моду и будем носить то, что там придумала какая-нибудь европейская компания с модным названием, который на самом деле стоит 3 доллара, но нам его продают за 500. Это воодушевляет на самом деле. Спасибо вам огромное. Пожалуйста.